В эфире программа «В тему» в студии Павел Волков и сегодня у нас в гостях руководитель блока оценочных мероприятий кадрового конкурса «Ярославский резерв» Артём Сёмин. Сегодня мы с ним будем обсуждать важный для нашего региона проект, который инициировал глава региона Михаил Евраев по подготовке профессиональных кадров для правительства Ярославской области в том числе. Артём Сергеевич, здравствуйте. Добрый день. Расскажите, на кого же нацелен этот проект «Ярославский резерв», какая его главная задача, что мы должны получить в итоге? Данный проект подразумевает максимально широкий охват аудитории. То есть к участию в конкурсе мы предлагаем всем людям в возрасте от 21 до 55 лет, имеющих высшее образование. Соответственно, конкурс направлен на выявление максимально талантливых, максимально профессиональных управленцев, готовых взять на себя вот эту дополнительную ответственность, готовых приносить пользу региону на разных должностях. Назовите несколько примеров тех самых вакансий, которые сейчас открыты, возможно, в том же правительстве Ярославской области или в каком-то крупном бизнесе. Я бы, наверное, оттолкнулся не от этих примеров, а от примеров назначений, которые были сделаны по итогам других подобных конкурсов. То есть уже точно были назначения, например, на позиции начальники отделов, начальники департаментов в госструктурах. Насколько знаю, были даже назначения на уровень позиции заместителя министра. Это вы имеете в виду общероссийский опыт, а у нас в Ярославской области, я так понимаю, что проводится впервые именно такой масштабный проект? Или же у нас есть какие-то еще программы, которые позволяют молодым специалистам попасть в сферу управления? Именно такого типа проект проводится впервые. И на данный момент, скажем так, нет некоторого законченного списка вакансий. Есть видение, что максимально широкие потребности сейчас в кадрах разного уровня. Причем здесь речь идет и о руководителях начального звена, так и о руководителях высшего звена, не ограничиваясь, собственно, государственной сферой. То есть в данном случае рассматриваются какие-то возможные назначения в сферу промышленности, в сферу бизнес-структур. В общем, максимально широкий перечень возможностей. Давайте поговорим о самом конкурсе. Какие испытания предстоит выдержать участникам? На первом этапе конкурса участникам необходимо зарегистрироваться до 28 апреля и дальше до 5 мая пройти онлайн-анкетирование. И до 12 мая написать эссе на тему, как я вижу ключевые проблемы, вызовы в Ярославской области. И какие решения я могу предложить для того, чтобы успешно добиться результата в этих направлениях. По итогам эссе участники будут переходить на следующий этап. Это дистанционное тестирование, в рамках которого участники будут выполнять специальные задания. И таким образом будет оцениваться некий уровень интеллектуального потенциала, уровень адаптивности и умения быстро переключиться на какую-то новую область. Те люди, которые максимально успешно пройдут тестирование, 300 человек попадают в очную часть. И в ходе очной части им предстоит в течение полутора дней решать специально смоделированные управленческие кейсы. Опять же, на примерах абсолютно разных отраслей. В ходе этих кейсов будут оцениваться управленческие компетенции, которые можно увидеть в открытом доступе. Люди, которые максимально полно, максимально прочно проявят эти компетенции, войдут в список победителей. На финальном этапе конкурса вот эти 300 человек будут работать индивидуально или же разобьются на команды? Эти люди разобьются в команды по 8-10 человек. Все эти команды будут работать в одном помещении и проходить по одному и тому же сценарию. То есть все задачи, которые мы будем предлагать, они будут выполнять параллельно. Но в ходе этой командной работы мы оцениваем эффективность каждого человека. То есть к каждой команде прикреплен специально обученный эксперт-наблюдатель, который пристально смотрит на каждого участника. И отмечает, кто из участников ярче всего проявил себя среди тех компетенций, которые оцениваются в каждом конкретном задании. Что потом делать будут с этими оценками? Будет ли какое-то жюри высшего уровня, которое вынесет окончательный вердикт? Или же уже на базе этих баллов мы будем знать результат? Итоговый результат подсчитывается на базе именно этих баллов. Но для того, чтобы результаты были максимально точные, участникам дается возможность в течение конкурса поменять команды, в которых они работают. То есть за время конкурса участники несколько раз работают с разными коллегами. И опять же при смене команд меняются наблюдатели, которые прикреплены к этим участникам. Таким образом, есть возможность проявить себя в разных задачах, в разных коллективах, под взглядами разных экспертов. А вот назовите пример хотя бы одной задачи, которую предстоит решать конкурсантам. Здесь могут быть абсолютно разные задачи. То есть это может быть разработка стратегии развития какого-либо бизнеса. Это может быть внедрение каких-то инноваций, каких-то значимых технологий, которые будут облегчать жизнь общества в целом. Это могут быть какие-то переговорные активности, где нужно совместно выработать позицию по какому-либо вопросу. Или, скажем так, отстоять свою точку зрения в условиях каких-то противоречивых интересов. То есть спектр заданий будет очень различный. И как быстро смогут победители приступить к выполнению своих должностных обязанностей? Назначений после этого конкурса нам ждать приходится буквально сразу, на следующий день? Или же этот процесс чуть-чуть растянется? Обычно назначения начинаются достаточно быстро. То есть, наверное, не на следующий день, но в течение ближайшего месяца, как правило, какие-то уже первые шаги в эту сторону начинают идти. Но это не ограничивается одним месяцем. То есть, какие-то назначения могут происходить и через квартал, и через полгода, и через год. То есть, здесь все зависит от того, как себя проявили конкретные участники, и от того, насколько есть потребности ровно в таком опыте, в таком уровне квалификации. Ставку будете делать на кого? На ярославцев или же в конкурсе могут принять участие и жители других регионов? В целом, в конкурсе могут принимать участие жители разных регионов. Но мне кажется справедливым и обоснованным, что ярославцы будут наиболее заинтересованы в том, чтобы поучаствовать. Им потом дальше жить с этими результатами, и наверняка они будут проявлять удвоенное рвение с тем, чтобы результаты были максимально высокими. И сколько же человек охватит конкурс? Есть какие-то примерные цифры? Сколько заявок ожидаете получить? Или же, возможно, сколько финалистов у нас будет потом по итогу? Примерные цифры такие. То есть, мы ожидаем, что к вступлению на конкурс заявится порядка 6 тысяч человек. Если эта цифра будет выше, мы будем только рады. И к очной части у нас предполагается, что дойдут 300 финалистов. По итогам финала мы отберем порядка 50 победителей. И какова же их дальнейшая судьба, если они, например, все-таки не получили ту должность, которую хотели бы? Они продолжат заниматься своей деятельностью и все, про них забудут? Или же они попадут в какую-то базу потенциальных претендентов на должность в будущем? Да. Все победители попадают, во-первых, в управленческий резерв Ярославской области. Также они включаются в состав экспертного клуба Ярославской области. И победители получают возможность участвовать в образовательной программе управленческой науки руководителя. То есть, потом уже они получат диплом государственного образца от какого-то вуза, именно уже получится у них профессия какая-то на выходе, возможность получить... Скорее, это не профессиональное обучение, а это именно такая прицельная программа по развитию управленческих навыков. То есть, там немножко другая структура диплома идет. Какие-то еще бонусы для победителей предусмотрены? Собственно, те бонусы, которые я озвучил, они, наверное, самые главные. Естественно, есть некие такие вещественные бонусы, как, например, стелла победителя конкурса Ярославский резерв. Спасибо большое, Артем Сергеевич. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова